всем привет с вами макс он и начинаем играть и универс первый матч на очереди в полу с каунт анивер вот с этого матча у нас начнется весь универс и собственно дебют нашего большого бренда скажем тогда но жаль что с новичками как-то пролетело все это не я скипнул серьезно это просто сама игра как-то затроила или чё я не знаю но почему-то все начинается именно с основного бренда но пусть будет так основной но это так в кавычках потому что здесь нет основных и второстепенных есть и пока cross макдаун возможно какой-то будет шоу больше кому-то нравится вдруг кому-то новички больше будет вкатывать и для них это и будет основного шоу вот поэтому я образно говорю по старой памяти что старички это основное шоу вот не обращайте шибко внимание ну что тут у нас по карту егор шишков такой с зелененькими он похож на какого-то актера я даже не знаю вот отсюда дольф лунгрен или как не помню ну причесон такой это актеров из 90-х короче первый уходит наверное егор да смотрим у нас арена вот это вот все это я качал значок нирвановский тоже у кого-то был просто я качал выходы все начинаем знакомиться с самого начала да здравствует юниверс у меня прям немножечко такой настрой оу е с титулом егор шишков о в е гранд чемпион хера себе видали как nxt чемпион я не понял что там сказали егор но ладно будем постепенно знакомиться с тем кто как выглядит постараемся запоминать я точно так же как и вы для меня лишь преимущество и для тех кто смотрел прошлый универс и что старичков мы знаем более менее до имя и как выглядит хотя сейчас все переделали своих персонажей и а почему егора тоже будет club он в чем-то замешан или что-то знает что мы мутили с ильей или вот непонятно может быть это илья в костюме егор шишкова вот хер знает ну короче тоже причастен егор будет клаву может быть это какой-то коварный план о котором я даже не знаю меня захотят выхернуть его entire like a чем ой enter enter sorry вот такая вот загогулина и сериус киллер да вот так он выглядит начинаю тоже запоминать господи как же клево как же клево что мы начинаем юниверс играть не прям реально чувство такое внутри я не знаю как это описать но я я доволен я рад что у нас все начинается я не знаю как все пройдет как вам вот арена и прочее то это я все качал я сам ничего не сдавал титул я тоже ничего не делал мне ребята помогали но если вам все же что-то не нравится мы будем менять но главное чтобы это был не один человек а хотя бы его поддерживал ли остальные ну или более-менее количество народу у нас некая демократия короче даже не знаю что и сказать начинаем играть что еще тут говорить лишних слов я думаю не надо знакомимся с персонажами с известными даже и здесь конечно же на рандоме на рандоме жаль что нет кнопочка рандом я бы поиграл на рандоме рефери защитывающий рэпчик вот его так в разные стороны покрутить как будто он танцует и все ништяк я сейчас отпущу и мы будем знать за кого мы будем играть первый универс интрижечку держим отпускаем за серию скиллера будем играть но не факт что тот за кого я играю тот победит поехали да здравствует о ве-юниверс сразу начинаем нахлобучивать егор шишкову знакомимся кстати не только с персонажами а еще и с их финишерами что в принципе тоже можно отнести за знак к знакомству с персонажами но ничего постепенно все изучим все все выучим я вот еще сейчас много да ну относительно новеньких чувачков в дабдаби там nxt и прочее кто смотрит тот уже все знает финишеры и всю остальную хреновину а я вот не знаю вот буду здесь изучать зачем мне nxt если у нас есть свой так скажем мини nxt защищающийся бренд значком и брендом о w и ну ладно попробуем одержать хотя бы победу первую а там уж можно и попроигрывать а то чё в дебютном матче просрать егору шишкову я конечно понимаю ничего личного опять же что ты чемпион но блин вот я смотрю тоже видна разница в создании персонажей у меня мне кажется самые худые руки этого бренда это типа знаете самый красивый лоб нашего бренда самый там большая попка бренда и вот такие вот фигу фиговины могут участвовать у нас в классификации победителя я не знаю короче у меня точно будет самые тоненькие руки я просто к чему это говорю я посмотрел сейчас на ноги ребят и разница прям большая ну и егор вообще какой-то крупный по сравнению сириусом сириус киллером мне интересно было бы посмотреть какой я на фоне егора шишкова ну да ладно это мы еще с вами посмотрим пока у нас ничего такого супер-экшенова не происходило пока только борьба но все только начинается неплохо сейчас воздействовал на руку сириус киллер егору шишкова ну пока преимущество явно более на нашей стороне постараемся одерживать победы и заранее перед всем извиняюсь если я проигрывать буду глупо неожиданно и прочее ёхты заскочила как лихо сириус киллер на шею егор шишков и у нас появляется сигнатура а вот тут еще и неожиданно анаконда вайс типа сабиша ну ка сигнатура какая сигнатурка вот такая на блин получи ага лэг дроп а мне почему-то кажется что отсюда есть какой-то прыжок да нет нет ничего нету но я вам хочу отсюда прыгнуть долетаем неплохо мы действительно рисковали очень ну-ка попробуем чардж финишер мало ли егор бы среверсировал чего провел ну-ка чардж финишер он не реверсирует это зигзаг это был зигзаг что-то похоже на зигзаг раз два эй чемпион так легко не сдается конечно и камбэк появляется сразу игру шишкова следим за этим делом внимательно и мне сорян хочется прям посмотреть зигзаг и курп стомп но стоп а это два финишера свечи music на сигни и рокер дроппер ну такой вот прием это который вот как раз типа лэг дропа не знаю суплекс ну-ка таунты давайте позыркаем что у нас там о средний палец и воскресили мы походу егор шишкова а то какого хрена он соскочил это у нас что-то типа германского суплекса с удержанием но здесь каната нет каната не работают раз два не дотягивается и гор и вырывается вырывается после германского суплекса и походу он не сможет нам провести даже свой камбэч ищи эх ты егор германский суплекс просто как-то уничтожаем и на 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 получай ха 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 x pack style очень хочется взять предметы ударить по егору вот прям вдарить но по-моему нельзя биться предметами можно конечно это проверить а нет слушайте рефери не считает у нас фоллс каунта не веру ох вот это жестоко вот это жестоко было сейчас на спину и ну нахер ого егор аж хотел завязать нам шнурки лицом не знаю что он пытался сделать блин господи показался у него на правой булке значок доты надо завязывать но я ладно возьмем стол я хочу сломать его куда ты полез вот он рядом лежит зрители что-то бухают походу serious killer хил кстати я вот себе не записал кто хил кто фейс это надо будет еще посмотреть на как-нибудь я боюсь бить 100 столом потому что боюсь дисквалификации но по-моему можно бить ну-ка можно 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 фоллс каунта не вер можно бить столом ну-ка а вот сейчас бы финишер да нам какой-нибудь ну-ка среверсировать ой слишком поздно и ломается стол беда что еще раз хочет егор прыгнуть на нас понравилось летать что ли почуял почуял силушку богатырскую ну-ка слишком опять поздно серьезно что ли но у нас силенки вроде бы есть еще но только не пин пожалуйста давай не пин давай без пина как это слишком быстро чё в натуре от чё сабмишин твою ж мать надо крутить ха 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 не догонишь вырываемся вырывается сабмишина и немножко мы начали терять почему-то преимущество что происходит с егором ну-ка угомонитесь дружок сак-ит оп ха 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 и сигну ему сигнатурочку как это он с реверс как он успел с реверсировать что это за делища хотелось бы switch and music провести но не выйдет в натуре что ли а чем я уже вырвался бы не нахер его ты не шали так я понимаю пол скаунта не веру можно и за пределами побурагозить но давай не на мне пожалуйста вот тебе сигнатурочку вдышло и получай а очень хочется чарч финишер сделать а если возможность тырить финишер у сири скиллера ну-ка походу есть жестоко повторы да повторы я люблю спину прям коленями и пин сделаем пин сори я глупенький курп стомп но это был не курп стомп мы украли финишер походу у егора и делаем ему пин раз два три наша взяла и победитель сириос киллер я не знаю какая сложность стоит у нас это бы конечно лучше проверить но я бы сказал что мы побеждаем легко поздравляем с дебютом на первом шоу скажем тогда в новом 2016 году стартанули мы в юниверсе наконец-то и вот так это вот эта звездочка вот слева мне так нравится с значком нирваны прям прям ништяк вот серьезно прям вкатывает мне клёво это значок нашего бренда у кого-то я позаимствовал я не знаю у кого на одежды стоит этот значок наверное у бэдгая я не знаю клёво вот нам показывают всякие повторщики не клёво конечно чемпиону который проиграл но клёво нам что мы выиграли чемпиона сори сори я не могу конечно всем угодить ну попыточка от егора была конечно не очень удачная вот отсюда у нас еще есть такой некий повтор ну-ка ну-ка давайте посмотрим это я действительно украл финишер егор шишкова и честно я не знаю как он называется но это жестоко вот так вот коленями под лопаточки что-то типа бэкстаббера да мне нравится бэкстаббер но он по-другому делается егор по моему удовольствие получал от того что его пинили это такая забавная улыбочка была будут ли у нас заставки я люблю составки сериус киллер мне кажется все таки хилл по его поведению и реакции зрителей которые букали до любит он дольфа зиглера явно напомню что сериус киллер это сейчас скажу сериус киллер персонаж евгения семенова и вот собственно вот такой был матч давайте смотреть что у нас будет следующим боем за сегодня action speak louder than worlds дали нам такую ачивку еще атитуда jasmine я люблю ачивки господи на playstation тринь тринь почаще бы открывались по моему слева симпанк в маске вам так не кажется но немножко похож фредди против джо ми джо мака джо мяка джо джо джицу ладно фредди против джо нормально еще посмотрим что у нас тут будет пока у нас никаких не райволы ничего нет вроде вроде пока просто матчи если я не ошибаюсь вот ну этот будет просто по правилам один на один не знаю будет ли что-то интересное но кстати не всегда по моему мы сделали тогда вывод 15 части юниверси что если не стоит райвлари значит не будет заставки по моему бывали такие случаи когда не стоял ничего и не и ни у кого и были заставки охушить старые шуточки до фредди вот такой вот выход ковбойский фредди в шляпе давайте знакомиться пока первое время мы будем смотреть за выходами но если уже какой-то надоедливый чувак будет мы будем пропускать его выход но пока у нас все так скажем по первому разу выходят на ринг и поэтому для лучшего ознакомления для их перформансов мы будем смотреть выходы вот такой забавный кстати выход у фредди главное чтобы не было стандартных много пусть они будут но их чтобы было немного выходов раньше это были с телефонами сейчас какие-то другие ну и песенка там будет понятно что стандартные те люди которые не парились со своим персонажем хотя бывает такое что сбивается когда перед ну когда вы заливаете челс его что-то сбивается вот мне говорили что хил и фейс могут сбиться поэтому если я после того как прочту потом кто хил а кто фейс и вы скажете блин у меня по другому стояло то увы это сбилось придется вам побыть наверное другим чуваком ну может быть я и поменяю ладно вот такой вот был выход фредди далее выход чей далее выход джоми давайте наблюдать собственно он сильно не изменился я вот таким его и помню принципе а такой клёвый чувачелос на самом деле я вот стримил да когда royal rumble играл чуваками я говорил о том что у нас люди сейчас прям постараюсь подобрать то же слово блин забыл канта контрастность или что-то такое какое-то слово короче насыщены в плане деталей то есть они не схожи очень сильно друг с другом там имена разве что егоров у нас или блэйков у нас много или данилов я уж не помню короче каких-то много но главное не спутать но по стилю да там бородатый да еще что-то но они блин они такие колоритные во колоритные и отличаются друг от друга у каждого есть своя изюминка скажем так да у кого-то маска у кого-то мощность тела и еще что-то приемы и прочее прям мы еще не знаю я не смотрел ну давайте на рандоме выберем будем играть за фредди ну окей сейчас не знаю кто из ребят пожалел которые смотрят да юниверс за те за кого я играю конечно вот мне лично было бы интересно посмотреть как тоже кто-то играет юниверс там где есть мой персонаж и что-то про меня говорит там да все равно интересно ну и как сюжет у вас складывается все равно переживайте за своего чувачелоса ну и если у вас еще и фанаты образовывается о господи мне кажется вот нужно легко иметь фанатов если у вас клёвый перс если я если он мне также нравится потому что мне кажется вот как я говорил в пятнадцатой части когда я играю за персонажа и зрителям говорю что он клёвый он такой лютый и то он им тоже в большей степени будет нравиться если я буду говорить о персонажа что он дерьмо выглядит у него тупые приемы или скучно буду о нем отзываться то собственно и мнение у зрителей будет такое же то есть я к чему к тому что моя речь она влияет на ваше немножечко мнение немножко я не говорю что полностью но отчасти потому что чтобы я не сказал вы начинаете либо цепляться к этой же информации либо опровергать смотря как вы смотрите юниверс вдумчиво или так что я тут базарю и также поддерживаете меня не особо имея свое мнение но лучше конечно иметь свое мнение и не особо соглашаться ну не то что противостоять именно я сказал так а вы таки не значит иначе как бы обдумывать в своем смысле ну и я к чему к тому что допустим не может чувак нравится вам будет не нравится и изначально моя мысль была о том что я говорю о некоторых чуваках клево и они у них появляются фанаты то есть фанаты проявляются в вк там да поддерживают пишут или в комментариях типа я за тебя топлю давай давай удержание сворачиванием господи аж думал 3 ну нифига себе чё легко так что ли не а так легко никто у нас не сдается на уве бренде ой 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 джоми тихо полегче сабмишны не не сабмишны но все равно вот и короче те кто еще активничает в группе они тоже пишут и видят комментарии людей и получается что не только их персонаж получает поддержку а еще и они сами допустим и могут в личку писать вот так клёвый чел давай добавляй меня в друзья ты в юниверсе знаменитый там клёвый чувак и в к вам общение будет другое ну возможно в группе хотя я не знаю если честно в группе я последнее время очень мало сидел на я заходил но особо не активничал видел новости только про макгрегора и то видите не особо связано с рестлингом ну ладно вот ну короче тяжко было пока серьезно я мне кажется уже про меня забывать начали люди это печально конечно но это возможно так скорее всего даже но те кто ждал юниверс те ждали его я вот когда им занимался когда скачивал персов там и прочее я вообще люто угорал хера себе фредди господи что это за шпагатец был прям яйками джоми в лицо охренеть ну-ка чарж финишер надеюсь джоми не сриверсирует посмотрим что за финишер у фредди я уже будет представить после такой сигнатурки ну-ка это да ладно спином люблю спином твою ж мать раз два вырывается джоми ну легко он так не сдастся давайте посмотрим ригал плекс это только что было ну скорее всего да потому что здесь прыжок стоит здесь ригал плекс я не запомню это название буду часто туда заходить здесь плит легдроп здесь кобра клатч бэкбрекер но вот это вот видимо была нога кобра клатч бэкбрекер сзади надо стоять ну хорошо попробуем как-нибудь но тут пока все идет по тому же сценарию что и в прошлом матче мы как-то более доминируем с изредкими оплюхами соперника зарабатываем первый сигнал финишер вырывается соперник и получает камбэк но проведет ли джоми в отличие от от егора шишкова свой камбэк нет походу не проведет потому что уже и всяк его камбэк попробуем чем с ним в углу здесь замутить ну-ка ну-ка ой-ой-ой будет очередной прыжочек от фредди что же это будет твою мать прямо в зубы с пяточек так хорошо приземлились какого хрена он встал ну-ка лежать ого неплохо и все равно камбэк продолжает висеть у джоми ну-ка по таунтим оп оп начинаем танцевать кумба румбу начинаем зажигать вместе с фредди я не знаю что можно было придумать ну забавно фредди видно что фейс потому что ну повадки финишер сделан точнее даже его раскрас вот до одежды больше подходит к фейсовскому совсем уже все плохо по полосочкам вот такой скажем так развлекающий нас человек будет на бренде но это и хорошо у нас реально такая контрастность людей много жестоких видел бородачей там всяких особенно вот в этом вслед в бренде с новичками там реально очень суровые ребята я побоялся бы с такими выходить на ринг но благо я вот с такими нахожусь которые танцуют румбу или что это я я не знаю как называются такие танцы и вот так вот избивают джоми наверное джоми вдвойне обидней что его избивают в кавычках наверное скажем так клоун некий да фредди ничего личного я в хорошем плане дай-ка я тебе кобру проведу эх ты блин ну-ка лежать встань пожалуйста а нет что-то на лежащего что ли ну-ка развернись нет сигнатурка и вот такая вот эта кобра ну-ка по-моему что-то челюсть хрустнула и отшвырнули как кусочек мусора а я хочу а я хочу опять на канат залезть и на тебе скакать ну-ка в прыжочек фредди финишер воу красавчики делаем пин я думаю после этого джоми не сможет вырваться если вырвется это будет жесть раз два три похлопал рефери по галошам у нас джоми и фредди побеждает по-моему я до этого неправильно сказал сказал фредди не вырвется или ну ладно неплохой прыжочек это был просто элбол дроп это ничего такого легкие победы сегодня по-моему у меня стоит сложность небольшая для шоукейса ну по-моему в шоукейсе отдельно сложность ставится нет ну не знаю в общем кстати дима вот я бы говорил про промку да дима очень люто и делает промки он делал для нас для буллет клаба и для илюхи и меня промку вообще люто я не знаю мне прям вот когда я качал рестлеров когда я смотрел эти промки мне прям дико хотелось начать играть юниверс вот наконец мы его играем давай сейчас посмотрим на финальный прием финальный финишер фредди я даже не знаю как умудрился так прыгнуть как-то развернулся и вперед я для меня аж немножко система логика поменялась в голове я не понял что произошло и вот такая победа и здесь тоже соперник кайфовал у нас стиснув зубы такая дева ништяк я проигрываю выигрываю да не шутка конечно бони м или что он сказал я прослушал что сказал лириан гроссия но победа за фредди ну вот так вот начинается для нас юниверс для меня очень хорошо я надеюсь что в дальнейшем в остальных матчах в последующих я также буду побеждать но я вообще ни капельки не удивлюсь если я матч и люхи и макси проиграю а остальные все выиграю вот серьезно нисколько не убедил не не раз не расстроюсь на нет не удивлюсь слушайте а ричард бейкер же в мейн овенсе по моему с бэд гаем нет или там кто-то другой по моему там как раз бейкер что-то фэмили наша семейка нашего юниверсу нашего бренда захватывают постепенно этот мир в кавычках ну давайте посмотрим что будет нас ожидать так тимовского партнера фредди то есть джеки и представителя команды фэмили что же будем мы ожидать от этого матча мы увидим с вами далее мне страшно смотреть на глаза джеки и на покер фейс Ричарда бейкера и на покер фейс Ричарда бейкера по